здравствуйте друзья добрый вечер вопрос у меня такой знаете нетривиальный вам вот вашему вниманию вопрос доброго времени суток михаил петрович у меня к вам возможно нетипичный вопрос нетипичный последний год планирую уехать в сша готовлюсь потихонечку подучиваю язык подбираю подходящие мне профессии сразу там видимо несколько и что было к моему удивлению вся моя семья вполне не против если нагад держать что кроме отца кроме отца кстати вы с ним тезки причем причина банально идеологическая мой дедушка его отец воевал великую отечественную войну и мой воевал кому как не ему знать весь ужас того времени и той кровавой войны и подвиг советского народа а мы все знаем чего на него то вот вот в меня спросите там тоже у меня тоже вот и отец тоже сорокового года вооруженных силах не только дедушка вот так что чё же мы все про подвиг знаем значит что там дальше с подвигом отец все это знает прекрасно но от дедушки до дедушка воевал отец все это знает и причина по которой он не любит штаты по его словам это то что они присваивают себе чужие победы и переписывают историю о как он часто слышал что в речах президента в сша да и других высокопоставленных лиц звучит такой отзыв о второй мировой войне сша и другие страны победили фашистскую германию да насколько цинично это выражение и насколько оно неуважительно по отношению к нашим людям погибшим войне даже в светолесье я честно говоря не знаю что такое светолесье все снимаемые фильмы про героев американцев про то как они освобождали европу а про советский народ если что и говорится так только то что сталин в подвале самолично удушил даже больше чем погибло в этой страшной войне больше ничего и вот мы имеем то что уже через несколько лет сша единолично будут считаться победителями в этой войне и вся память о реальном народе героя победителей не будет помнить никто уже в странах балтии не первый год замечаются сносы памятников советским солдатам как вы сами к этому относитесь не обидно ли вам у вас отец или дедушка воевали воевали или на самом деле в американских учебниках написано правда про победу ссср над фашистской германией и это просто вывески из текста то есть мол не врут а его папе подсунули лажу какую-то хотел бы прояснить для отца и для себя как с этим делом обстоят дела именно в сша отец говорит что ладно там им социализм не нравится действительно хотя мог бы понравится но вот ладно уже черт с ним ленин сталин хрущев брежнев но народ то тут причем какое они моральное право имеют переписывать историю забыть про подвиг советских героев и говорить что это они победили когда уже советская армия перешла в наступление победили хотя присоединились только в сорок четвертом году когда уже советская армия перешла в наступление или я очень надеюсь на самом деле в сша чтят память советского народа и просто для красного словца так говорят присущей им манере об этом надеюсь что ответите большого спасибо за ваш канал и душевные видео с калифорнийской природой вот природа же ничего не говорит об этом деле да ну чё сказать то ой ну давайте поговорим что я не против меня человек такой простой сейчас все обсудим все большое письмо жалко я за рулем буду я так может цитировал по ходу дела но уже как придется знать будем по памяти по памяти будем да друзья да значит что тут сказать у меня походу чтения массу всяких знаете ассоциации там в сознании было вот не помню что это было там за художественное произведение но речь шла вот а как раз о периоде там послевоенным и ученые там был человек от к нему подкатываются и говорят мол подпиши письмо и он смотрит что там написано там написано что мы и советские ученые с возмущением узнали что в газете new york times там от 3 марта там 1948 года значит в своей статье там такой-то вот значит какой-то человек значит что-то там написал значит мы возмущены и мы там что-то и мы так и тот говорит ты знаешь я наверно не буду подписывать потому что могут подумать что я читаю нью-йорк-таймс и и могут новые да вы что же вы сомневаетесь тут же того тебя это ну ягод не читаю нью-йорк-таймс понимаете поэтому я я я честно сказать мне жалко очень этого человека у которого отец воевал и которому мозги отшибло какой-то пропагандой странный я вам хочу сказать что может быть немножко даже лучше стало с пропагандой потому что когда я жил в ссср и мы вот это же все ну там по тем же самым каналом зачастую те же самые люди вот многие из них еще до сих пор там обещают как нам плюс к тому что запад пытает запад пытается украсть у нас победу да то есть вот мол они там типа вообще какое-то отношение к этому имели в то время как мы вынесли на себе всю тяжесть они примазались там уже когда там вообще от них там ничего там не зависело там и так далее значит нам еще говорили что они на самом деле и и не хотели вообще-то воевать и вступили они в войну не для того чтобы помочь советскому союзу добить фашистскую контру а потому что они понимали что если мы захватим значит европу сами то им там уже вообще ничего не останется понятно что если мы чего-то захватим то это уже наши вот то есть это ну это понятно человек мы все понимали мы же вот видели как там это болгария там польша венгрия числовакия там вот мы мы знаем румыния там если мы туда придем немца выгнать освободить их освободить прием это уже все наши и вот они понимая что это все наши сейчас будет вот они на что там полезли и стали фактически нам во вред вот так вообще вся европа наша была вот нас так учили что тут сказать значит самое интересное для меня было при чтении этого дела ну то есть я не удивляюсь я это увидел много я не знаю какого возраста человек президенты какие-то то есть он где-нибудь прочитал или там за бутылкой пива может его кто-нибудь там за кружкой пива кто-нибудь сказал там заодно там вместе там заговором империализма асианизма там и всяких других злых там сил вот про президентов американских что они говорят но больше всего меня в этом плане поразил сам молодой человек автор письма который с одной стороны он как бы говорит что вот отец там типа из идеологических соображений там что-то такое но дальше когда он излагает свою точку зрения я вдруг понимаю что он не меньше папы своего индоктринирован вот в это вот коммунистический агитпром такое ощущение что ему лет там не меньше чем мне и вот он как-то вот так где-то там 70-х годах в конце 60-х замер и вот только сейчас очнулся и вот и как бы не заметил что прошло 50 лет и как-то вот так он раз вот и значит и и продолжает вот эту тему а вроде 50 лет прошло вроде уже там как-то и так далее я даже не знаю ой господи что тут сказать значит память о подвиге народа но советского память память о подвиге народов живших в советском союзе разных народов существует ровно в той мере в какой вот у нас с вами она есть понимаете мы не можем навязать память о подвиге наших отцов и дедов и прадедов и так далее людям которые живут в малайзии в сингапуре венесуэле и так далее я хочу сказать что вы вот молодой человек вы ни хрена не знаете о подвиге их отцов и их дедов и их прадедов вам вообще пофигу венесуэла гондурас мазамбик и племена там допустим центральной австралии поэтому чего они то должны за вас значит память существует в памяти народа который через это прошел понимаете до тех пор пока вы помните вашу историю у вас остается история вот она есть и она была вот вот собственно и все значит я могу я могу привести в пример например там скажем еврейский народ который две тысячи лет не имеет земли на которой он живет 2000 лет в изгнании в россии не говорит на всех языках народов мира понимаете и у которого есть история потому что он помнит ее вот вот и все значит и под до тех пор пока мы ее помним у нас есть наша история тяжелая страшная история ни одного народа нет на земле с такой страшный чудовищной кровавой истории но мы ее помним она у нас есть у народов советского союза страшная чудовищная кровавая история и великой отечественной войны часть этой истории вторая мировая если мы более широком плане берем значит и вот пока мы помним пока мы знаем пока мы уроки извлекаем да пока мы осмысляем что произошло не подставляем свои мозги под молотилку а соображаем вникаем изучаем понимаете изучаем историю надо изучать историю мало любить ее изучать надо ее надо знать и вот значит то от чего это все зависит это мы и никакая америка и никакой президент и никакой там кто-то и что-то вам абсолютно не указ вы гордитесь подвигом американских первопроходцев пионеров которые осваивали там дикий запах вы чего об этом знаете кроме того что вот допустим пострадали индейцы ну правда вот поэтому значит есть американский народ у него своя история значит он чем-то гордится он внес определенный вклад в победу над фашистской германией и они абсолютно не как бы не предъявляют никому претензии в том смысле что допустим советский союз и вот там идеологи коммунистические все время пытались принизить свести к нулю как бы обесценить тот вклад который они внесли да хрен бы с ними это их проблема они там у себя думают что хотят но вот люди живут здесь у них тоже есть деды у них есть прадеды они в первую мировую воевали во вторую мировую воевали в корее воевали и во вьетнаме воевали понимаете и есть какое-то наследие пока они его чтят пока они ну как-то вот значит помнят и ценят значит вот оно существует я хочу сказать что конечно вторая мировая война в целом в жизни сегодняшней америке ну конечно вот есть там как есть ветераны есть организации ветеранские есть люди которым там сегодня там 90 лет там или за 90 лет которые там участвовали и так далее но я бы сказал что в повседневной жизни американца когда говорят слово ветеран ветеран это ветеран это уже не очень ветеран там второй мировой потому что их практически не осталось есть ветераны которые конечно массово массово народ был во вьетнаме это было не так давно относительно не так давно конечно вот и там погибло много народу покалечилось вот это люди которых видно они есть вокруг вот поэтому есть есть уважение к ветеранам и которые за ну как бы сказать с оружием в руках да значит выполняли там свой долг перед родиной который состоял в том что они служили в вооруженных силах этой страны и так далее но здесь нет пафосности в этом вообще никакой пафосности в этом нет нет пафосности в в том что произошло во вторую мировую войну нет пафосности в том что произошло там после и так далее люди говорят да была такая ситуация значит вот так вот была война одни говорят это была правильная война другие говорят это была нехорошая война например вьетнамская война которую очень осуждали во время самой вьетнамской войны было очень много протестов Страна вообще лихорадила от возмущения. Но когда развалился Советский Союз, когда развалилась коммунистическая система, когда видели, как встречали, когда развалился Северный Вьетнам коммунистический, и когда видели, как народ встречал освободителей, ну, как бы сказать, от коммунистов, как это все рухнуло, понимаете? И вдруг в Америке многие люди сказали, ты посмотри, а мы-то стыдились этого. А ведь мы противостояли коммунизму страшной и чудовищной силе, мы ей противостояли во Вьетнаме. И так далее. Это вопрос того, как вы на это смотрите. Я не хочу сказать, что прав тот или прав этот. Я хочу сказать, что есть люди с разными точками зрения, и есть история, и есть факты, и есть интерпретация этих фактов, да, потому что разные люди интерпретируют одни и те же факты по-разному. И есть фальсификация фактов, и она тоже присутствует. А есть простое зомбирование, ложь, такая примитивная, убогая, даже вот они ее не модифицируют. Вот она там, сколько лет вот она там существует, там, я не знаю, с начала Холодной войны, видимо, там, 46-го года. Да, вот оно, 46-го года, уже 16-е, там, да, сколько лет прошло, посчитайте. Вот, и оно все так вот туда. И есть люди, которые на это дело западают. Ну, ну, что сказать, я не знаю. Это часть, как бы такой, это часть компании. Вот вы посмотрите, например, на то, что произошло там на интервидении, да, вот буквально. Евровидении, я извиняюсь, на Евровидении. И, боже, почему какой-то вонючий, не о чем вообще говорить, и для кого не значащий ничего в Европе конкурс, и вдруг там, понимаешь, какие-то такие столкновения, такие эмоции. Почему это происходит? Потому что это используется как один из фактов в борьбе, так сказать, доказывающей, что вот Запад против нас. Вот Запад, вот он плохой, и он против нас. И дальше все, что угодно туда бросается в этот костер. Правда, неправда, подделка, неподделка. Это не важно, вот есть что-то. А дальше начинает фальсификация, интерпретация, там еще чего-то и так далее. Я вот что хочу сказать. Молодому человеку не надо сюда приезжать. Не надо ему сюда ехать. Правда, вот зачем ему сюда? У него настолько промыты мозги вот этим вот всем, что не у Папы промыты. Бог с ним, с Папой. У Папы все нормально, он живет в правильном месте. Он, как бы, так сказать, воспринимает идеологию того места, где он живет. Он органично вписался в это. Папа органичен. А вот молодой человек нет. Если он в Америку приедет, он не будет органичен. Потому что это сознание совершенно другого мира, ему здесь плохо будет. Ему здесь будет откровенно плохо. Он уже ненавидит эту страну, вы понимаете? Он еще сюда не приехал, он ее уже ненавидит. А ему говорят, езжай, какая разница там, где лучше, колбасы больше, там жирнее кусок там будет. И так, глядишь, нормально все. Что там, кто победил, что победил. Нас там не было. А вот, езжай в Америку, там жирнее кусок. Я не знаю, что они ему говорят, езжай. Идеологически. Папа, оказывается, идеологически, а он нет. В общем, все это ужасно грустно, я хочу сказать. Ужасно грустно. Не вернулись с холодной войны люди. Я не говорю про саму Вторую мировую. С холодной войны они не вернулись. Они продолжают воевать. Я вспоминаю, в 60-е, даже в 70-е годы периодически обнаруживали людей, которые смылись с какой-нибудь войны и где-то так залегли надежно, что их потом там 40-50 лет не могли найти. И вот периодически находили. На каком-нибудь островке там в Индонезии был какой-то японский солдат, который где-то там смылся, зарылся в джунгли. Островок небольшой, но там ручеек был, вроде там он грибы кушал. И вот там через 50 лет его нашли. А он не знал, что война кончилась. Так, ну он так пока на островке. Кого-то находили в Сибири, то ли они, это даже, по-моему, они не от Отечественной, а еще с Гражданской там где-то прятались в Сибири. Их потом находили. Вот он там 40 лет там никого не видел. Такого плана были люди. Вот это мне напоминает, вот эту вот историю. Понимаете, люди не знают, что война кончилась. Но, может быть, она для них не кончилась. В той мере, в какой мы воюем, значит, это наша война. В той мере, в которой мы помним там о подвиге там народа своего, значит, это наш народ и это его подвиг. И для того, чтобы, возвращаясь, для того, чтобы, значит, помнить о подвиге своего народа, совершенно нет никакой нужды вымазывать дрянью, гадостью всякой другие народы. Первое. И второе. Не нужно вообще интересоваться, кто и чего думает по этому поводу. Вот достаточно того, что есть мы. И есть наша история. Вот. И мы ей дорожим. И хорошим дорожим, и плохим дорожим. Всем дорожим, потому что это наша история. У нас другой нет. И нам, вот мы из той, которая есть, должны выводы сделать, чтобы дальше нам жить достойно. И нам, и детям, и внукам там нашим, и так далее. Вот это важно. А то, что там президенты какие-то говорят, скоро вообще никто знать не будет. Понимаете? Как интересно. Тут президенты что-то говорят и другие ответственные работники. Скоро вообще в мире, в мире никто знать не будет. О подвиге советского народа. Откуда в мире могут знать, понимаете? Если там в отечестве забудут. Понимаете? А то, что в отечестве помнят, уже не важно. Важно же, что там какой-то человек где-то сказал. Я никогда не слышал, честно. Вот я 25 лет здесь живу, я не слышал. Ну, может, я не пропустил мимо ушей. Не знаю. Вот. Так что... Не знаю. Не ожидал. Понимаете? Очень неожиданное письмо. Как он тут вначале пишет, что такое нетипичное. Действительно, очень нетипичное. Но я хочу сказать, знаете, что? Good news. Good news состоит в том, что письмо-таки да, нетипичное. Письмо-таки да, нетипичное. Вот. Поэтому я лично вот ни в какой войне не участвую. Ни в холодной, ни в горячей. И вообще я человек мирный. Вот. Я со всех войн, в которых участвовал, давно вернулся. Оружие сдал на склад. И, значит, вот теперь только словом и делом. А все остальное не ко мне. Счастливо!